Всем привет, друзья мои. Отвечу на один комментарий, кратенько, но по делу. В общем, написали мне то, что, соответственно, циния это безвкусица. То, что циниями восторгаюсь только я до Ольги 1972 года. Цинию нужно выращивать и сажать дозированно. Соответственно, то, что цветок этот деревенский, безвкусный, крик души у человека. Так, нет некрасивых цветов, я считаю, вообще некрасивых цветов нет. И у всех вкусы свои. Если вам конкретно не нравится то или иное растение, то не значит, что оно некрасивое и то, что оно не нравится всем. Цинию, знаете, я выращиваю уже, наверное, на протяжении пяти лет. Первую, которую я посеял, наверное, это была такая, знаете, невысокая и не очень крупный цветок был. Может быть, она, конечно, не такая уж прям привлекательная. Но теперь на протяжении, наверное, лет четырех я сею только цинии, соответственно, которые высотой до метра где-то, они даже выше могут вырасти. И цветок у них очень большой. Потом пройдем, посмотрим. Где-то, наверное, сантиметров 12, даже до 15 сантиметров. То есть это очень красивые, махровые. Ну, бывают и полумахровые, но цинии это очень красивые. Я могу отказаться от петунии. Извините меня, все любители петунии, потому что за петуниями нужен особый уход. Ну, наверное, за тайдалами, за ними не нужен такой уход. Они растут очень хорошо. Но и даже у них в центре все равно потом происходит оголение, и они такие привлекательные. Нужно их подстрекать, нужно кормить. Цинию не нужно этого всего делать. Она растет постоянно. Все цветы, которые, соответственно, становятся неказистые, они уходят туда вглубь. То есть она растет. И все новые и новые цветы, они красивые, держатся очень долго. Привлекательные. В прошлом году до 1 октября у нас не было заморозков. И до 1 октября циния цвела. То есть без потери качества. Петуния уже там пожухла. Где-то начала гнить уже из-за осадков, из-за того, из-за сего. В общем, не знаю, друзья. У всех свой вкус. Но это не значит, что тот или иной цветок, который вам конкретно не нравится, он плохой. Я цинию ни за что не откажусь. И поэтому сейчас пойдем с вами и посмотрим, и убедимся, что циния очень-очень красивая. В общем, досталось и мне, и Ольке 1972 года. Все мы любим бескусицу, восторгаемся ей. Вот так вот. Смотрите, ну вот петуния, да? Все любители петунии, простите меня. Все равно она внутри, видите, оголяется. Как бы она ни старалась все это прикрыть от опера, но в центре происходит старение. Надо было, может, как-то ее формировать, но, не знаю, здесь она не особо так уж и прям растет, чтобы ее формировать. Тайдалы тоже, вот видите, ретвелюр. В центре тоже оголение, вот как-то сильвер получше. Прям он такой пышненький. Флоксы однолетки тоже, как и цинии, я от них никогда не откажусь. Вот от петунии все равно, знаете, извините, простите, может быть, и отказаться можно. Но от флоксов они вот тоже очень неприхотливые. Сами себя как формируют. Всегда красивые, опрятные и очень долго не стареют. Именно вот все новые-новые побеги идут. И всегда красивое такое опрятное растение. Вот дальше здесь пройдем тоже. Посмотрим. Тоже флоксы, вот они все равно опрятненькие. А вот петунька, вот эта на земле, уже и сорнячок пошел. Она все-таки, за ней надо уход прям. И цинии, посмотрите, какая красота. Ну где же здесь бескусица? Смотрите, ну красотища. Все цветочки, которые вот отцветают, они уходят туда вглубь. Их не видно. Новые цветы, они сменяют старые. И клумба всегда опрятная, всегда красивая. Смотрите, какие пышные. Подойду, покажу вам. Вот он. Он уже, этот цветок, он неведомо сколько держится. Он, наверное, уже месяц. Вот такой вот пышный, красивый. Где нашли бескусицу? Деревенский цветок. Да это вообще шикарный цветок. Который вообще достоин быть в каждом саду, я считаю. На каждой клумбе. Такая вот красота, мощь. До метра. И если нет заморозков, вот это будет все цвести и цвести до самого октября месяца. У нас обычно уже бывает даже в начале сентября жахает мороз. Поэтому циния, конечно, боится заморозка. Но как и петуния. Как и многие цветы. И бархатцы тоже. Какая красота. В общем, как только заморозки придут, конечно, все погибнет. Но от этой цинии я не откажусь. Такая вот красотища. Все практически махровые. Это смесь окрасок гергоновидная циния от Аэлита. Стоит копейки. Там, наверное, то ли рублей 26, то ли 30. Вот так вот. За пачку. И вот с одной пачки такая грядка. Дозирована. У всех свой вкус. Может быть, вам нравится там один кустик дозированно. А мне нравится вот так вот. Когда вот такая вот мощь. Когда все они вот такой вот массой. Вот для меня это... Вот я люблю, чтобы было вот большое все и много. Не знаю. Можно было, конечно, поштучно как-то. Но они разросли здесь не так уж и много высажено. Но все разрослись. Все равно это красиво. Разная расцветка вот такая вот. И это красиво. И это не такая вот. Поэтому не знаю. У всех свой вкус. Я никому не навязываю. Выражаю только свое мнение. И не... Как бы не хаю никого. Не говорю что-то плохое. Друзья мои. Красота мне нравится. Кому не нравится. Лучше промолчать. Но не сказать вот так вот, что. Безкусица, некрасиво. И все плохо. Всем желаю всего доброго. Выращивайте такую красоту. Будьте здоровы и счастливы. Всем пока-пока. До новых видео. Подписывайтесь на канал. Выращивайте цинии. И будет вам счастье. Как вот шмелью. Тоже ему счастье. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...